Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите завтрак в городе Чея, и с вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим очень быстрый завтрак. Мы приготовим вкусные хрустящие гренки с курочкой. Это будет вкусно, сытно и очень просто. Для начала я поставлю сковородку на огонь. Буду разогревать сковороду сухую, без масла. Я нарежу хлебушек. Сегодня у меня вот такой вот отрубной хлеб, серый. Я отрежу два кусочка и отправлю на горячую сковородку. Обжариваю с двух сторон. Кстати, забыла. Очень важное условие. Возьму сейчас маленький нож, возьму сливочное масло и обязательно смажу хлебушек сливочным маслом. И выкладываю потом на сковородку. Масло также отправлю на обратную сторону хлеба, потому что обжаривать будем с двух сторон. И с двух сторон должна быть вот такая вот сливочная вкусная корочка. Для наших гренок потребуются кусочки копченой курочки. Сегодня это грудка. Потребуется отварное яйцо. Можно использовать сыр, овощи. Это может быть помидор, может быть огурец. И какая-нибудь зелень. Это может быть также петрушка, лук и так далее. Нож убираю, больше не нужен. Обжариваем с двух сторон хлебушек. Пока обжаривается, я отрежу несколько кусочков огурца. Тоненькие, вот такие длинненькие кружочки. Далее нам потребуется курица. Вот она уже нарезана такими пластиночками. И, пожалуй, я добавлю немножко помидорчика. Тоже можно отправить. Можно, например, сделать половину бутербродиков с помидором, половину с огурцом. Сыр. Сыр у меня вот такой вот плавленый сырок Дружба. Я просто нарежу его вот такими вот тоненькими пластиночками. И потребуется нам также куриное яйцо. Сейчас посмотрим, что с хлебом. Вот он уже румяный, красивый. И куриное яйцо. Тоже нарезаем такими красивыми кружочками. Будем выкладывать сверху. Возьму тарелку. И на тарелке будем уже формировать наши гренки. Секундочку. Все, аппетитная корочка готова. Я выкладываю на тарелку. Затем выкладываю мясо. Выложу огурчик. Затем положу сыр. Можно сыр вниз положить, так он может быть даже немножко подплавится. Помидорчик. Вот так. И кружочек яйца. Все максимально просто. Украшу просто вот таким вот листиком петрушки. И завтрак можно считать готовым. Если вы любите соусы, вы можете добавить небольшое количество майонеза. Можете добавить кетчуп. Мне кажется, что здесь вполне достаточно всего. Хочу сказать, что яйцо в данном рецепте можно приготовить иным способом. Можно приготовить яйцо пашот. Если вы располагаете временем, вы просто делаете воронку в воде. Кипящий. Отправляете туда яйцо сырое. Варите буквально 1-2 минуты. Для того, чтобы желток оставался жидким. Затем вы выкладываете сверху. Надрезаете и желток вытекает на хрустящий хлебушек, на курицу. Это все будет очень вкусно и аппетитно. Но займет немножко больше времени. Конечно, вареные яйца сейчас есть у многих дома. Потому что только прошел большой праздник Пасхи. У православных христиан. Я думаю, что еще большой запас яиц вареных, куриных лежит у вас в холодильниках. Мне кажется, это прекрасный способ использовать те продукты, которые сейчас лежат в холодильнике. Хранятся при этом недолго. Имеют какой-то срок годности. Также вы можете использовать вчерашнюю курицу. Вы можете использовать, не обязательно использовать копченую курицу. Вы можете просто отварную грудку использовать. Или колбасу, или ветчину. Собственно, завтрак-то готов. Можно подавать к столу с чашечкой кофе. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня.